Какой дачник не хочет продлить свой дачный сезон? Ночью становится холоднее, да даже днем и вечером в доме находиться не очень комфортно. На помощь приходят отопительные приборы, работающие на дровах, печи, печи-камины. Так вот, в рядах печей-каминов несколько обособленно стоят изделия, изготовленные из чугуна. И сегодня мы вам расскажем о, пожалуй, одной из самых популярных моделей чугунной печи-камина печи Гуча Лава сербского производства. Знакомьтесь! Василий, здравствуй! Мы будем делать несколько дублей. Василий, здравствуй! Здравствуйте! Здравствуйте, зрители! Сейчас я, наверное, попрошу тебя рассказать о твоей чугунной красавице от печи Гуча Лава. Очень приятно, что есть люди, знающие толк в качественном отопительном оборудовании. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты ее выбирал, для чего выбирал и как ты ее устанавливал. Как мы с тобой выбирали, да? Рассказываемся, конечно. А где я ее видел? Ну, ты рассказал, что куда-то приехал в СНТ каком-то, да? Ну, уже потом, когда она сама была. Да, она уже была. Да, я ее увидел, спросил, как говорил, давно у вас эта печка? Они говорят, вот уже лет пять. Она стоит как новая вообще. То есть, как бы, ей ничего не делается. Этой печке уже у людей пять лет. У нас она уже порядка два года практически, можно сказать, так. А ты сам ее устанавливал? Да, полностью все сам устанавливал. Привезли мы ее по зиме. Ну, по весне мы ее установили сразу. Ну, и по осени уже начали топить. Так как летом, ну, в принципе, я не нужна. Слушай, как ты ее вез-то? Потому что она весит-то 155 килограммов. Если мы ее с товарищем, который здесь живет в СНТ, загрузили на микроавтобус и вчетвером ее вытаскивали. Было весело. По снегу мы ее тут волоком волокли. Ну, тем не менее, вот, мы ее поставили. Что о ней хочу сказать? Выбирали мы ее по квадратуре. Здесь у нас получается квадратов около 80 жилоклощадей. И поэтому я ее выбирал, чтобы у нас обогревалось как и первый этаж, так и частично уходило через второй этаж. Чтобы там тоже было тепло. Заехали мы в марте месяце в начале. Было на улице, ну, минус 20. В принципе, вообще она отработала очень хорошо. Вот. Там было тепло. Ну, устанавливал я все сам. Трубу я тоже купил. Это вот у нас, как она называется? КПД. КПД, вот этот. Черная, просто стальная труба. Стальная труба на стену идет. Кстати, проконсультировались в сеть магазине Форнекс. Они мне очень все здорово подсказали. Рассказали все про сэндвич трубу. Их много разных есть видов. Ну, я остановился на вермикулитовом наполнении. То есть, как бы он, ну, зарекомендовал себя вообще уже хорошо. Давай вернемся к печке. Расскажи, почему именно вот чугунную ты хотел купить? Чугунную печку, во-первых, она нагревается, нагревается хорошо. И у нее отдача, теплоотдача очень долго. Она держит, тепло отдает. Во-вторых, тут даже можно что-то приготовить. Вот у нее здесь есть варочная вот эта поверхность. Вот мы даже на ней кипятили чай. Просто ставили чай и он доводненький. То есть, при желании даже можно здесь и пожарить яичницу и что-то приготовить. Ну, я смотрю, ты прямо вот такую кирпичную кладку сделал, стенку защитил заднюю, да? Вот, которая за трубой стоит. И еще боковые такие вот ограждения я сделал. Это я сделал для того, что, во-первых, для безопасности. Для безопасности, чтобы там дети там играют, не упали на печку. Здесь еще плюс дрова лежат, зато то, что нагревается, да, всегда сухие. Плюс еще нагревается кирпич за счет печки и еще аккумулируется тепло дополнительно. Ну и еще чугунную печку для чего взяли, потому что она, ну, долговечна. Это, можно сказать, на всю жизнь. Вот поэтому мы и остановились вот на Гуча Лавах. Вот ты говоришь, что кирпич нагревается. А вот реально он долго держит тепло после того, как вот печку протопили уже? Ну, часа три-четыре держит тепло. То есть прям тепленький камень? Теплый, да, теплый кирпич прям. С той стороны у нас коридор, там можно поставить обувь, и она будет тоже, как бы, это, ну, за счет кирпича тепло отдавать будет, она будет просыхать на тепло. Мне понравилась вот эта вот фишка в прихожей, да, получается, стоит стена, которая также отдает тепло в холодную прихожую. Да, да, вот здесь она нагревается за счет печки, вот здесь, если сделать полочек, то обувь, в принципе, здесь сохнет. Ну, стена прям теплая-теплая вообще, там, то есть тепло оно отдает. Класс. Потому что в печке жар очень хороший, чугун вообще хорошо, чугун, это на всю жизнь. Расскажи, пожалуйста, как ты с ней управляешься? Вот тут, наверное, самое интересное для наших зрителей, или как? Управляться с ней довольно-таки легко вообще, может, любой даже, даже супруга моя легко справляется, вот. Здесь ничего хитрого нету. Чугунная цулопочка, да? Цулопочка, вот у нас, Гуча, вот написано, да. Тут у нас идет система вторичного дожига. Газов, которые, да, не сгорели? Да, которые газы не сгорели. Да, вот колосничок, это вот встряхиваем и колосничок. Колосничок, пожалуйста, вот подвигали, она встряхнулась, все туда упало, все. Вот, здесь, пожалуйста, зольник, все вытаскивается. Вот, ты рукой так вот вытаскиваешь, или ты используешь специальную штуку, которая в комплекте есть? Так, у нас есть специальная штучка, вот, пожалуйста, рукавичка, чтобы не обжечься, вот, фирменная. И, пожалуйста, вот, вытаскиваешь. И дальше, пожалуйста, вот, все. То есть, все легко, и просто. Зольник огромный просто. Зольник хороший, да, то есть, в принципе, вот, сколько, ну, раз, раз пять затопишь, и тогда его вытаскиваешь. Вот, слушай, а стекло черное такое, это не всегда так или нет? Нет, стекло, оно, это, черное не всегда. Тут, если вы затопите печку, поставите на режим, то оно самоочищается. Это уже проверено, я его ни разу не чистил, хотя топлю уже, сколько, уже второй год. Вот, я его вообще ни разу не чистил. То есть, если мы сейчас в дальнейшем затофим, вы видите, что оно опять будет видно все через стекло, вот, так что оно самоочищается. Слушай, ну, если не сложно, то давай, наверное, затопим печку, посмотрим, как, что да как, как работает. Так, что мы делаем? Топлю я, ее топить можно, в принципе, тремя видами топлива, дровами, брикетами сейчас, как нового есть у нас, и углем. Углем. И углем даже? Это печка углем, я читал, что оно углем даже топится. Вот. Ну, ты не пользуешься этой полиманой? Я не пользуюсь, так как, ну, дрова, они горят красиво, трещат, и морозным утром очень, очень хорошо у печечки сидеть, и смотреть на это все. Так, вот, маленечко мелочи приготовили мы, вот, делаем закладочку, вот, открываем шибер. Шибер открываем. Шибер это в открытом положении, да? Да, вот, шибер в открытом положении, вот, потом здесь мы делаем пока вот так, потому что если мы сделаем сразу на вторичный дожиг, то у нас стекло сразу быстро закоптится. То есть, если сделать на этом положении, то стекло очищается, ну, а потом уже в процессе горения можно сделать систему водительного дожига, и она тогда уже... Здесь у нас, получается... Это поддувальное. Поддувальное, да, вот, пожалуйста, отверстие, там все тут открывается, открывается, как бы вот так вот. Это мы все открыли, ну, и я еще вот так вот делаю. Вот, она тогда вообще прям очень хорошо, быстро лягает. А в помещении не подымливает как, да? Нет, вообще даже нет дыма. Сейчас вы все увидите. Дыма нет абсолютно. Ну, разок. Закладочку сделал. Можно сделать закладочку, но я уже вот так вот делаю. Не так. Конечно, надо пользоваться перчатками, не лезть туда. Смотри, действительно, как бы дым в помещении нет, он сразу уходит. Уходит сразу туда. Вот в этот отбойничек. Да, все сразу уходит. Тяк-тяк, хорошая. Да, хорошая, да. Ну, как бы, вот так вот. Все. Мы закрываем. И все. И пошел. Ну, ящик зольника ты пока откроешь. Да, я пока открою. Сейчас она раскакать и горится, и все. Сейчас разгорится, и стекло разгорится хорошо, и стекло начнет потихонечку само очищаться. Отходить. Да. Просто вчера я закрыл систему дожига, и поэтому оно закоптилось у меня. Расскажи еще, как долго печь может топиться? Вот, все-таки есть у нее режим дожига газов, и пользуешься ли ты активно этой функцией? Ну, оставляешь ли на ночь печку работающую, чтобы дрова отлили, и она постепенно тепло выделяла? Вообще есть в этом смысл, в этой функции вот у чугунной печи? Система дожига? Конечно, есть все газы, все которые вот эти не сгоревшие. Это же дополнительное тепло. Это же дополнительный жар. Меня больше, знаешь, что интересует? Длительность горения. Понятно, что пока дрова горят, пока мы с тобой их заложили, будет тепло давать печь. Ну, конечно, она первое время-то, наверное, минут 30 сама где-то разогревается, да? Вот сколько времени уходит на нагрев? Зимой мы приезжаем, первую как бы закладку делаем, прогреть вот это помещение, ну, где-то час надо. Ну, потому что все холодное, соответственно, вот, и поэтому час. А потом, когда это все прогорает, мы делаем вторую закладочку, все разгорается, я закрываю шибер, делаю систему дожига вторичную, и все, и она шает потихонечку. Ну, часов, часа четыре-пять она шает. То есть там тлеет, горит? Тлеет, тлеет, да, потихоньку все горит. На ночь не боишься оставлять? Нет, вообще, без проблем. Даже если шибер закрыт будет, то он сделан так, что сюда не пойдет никого, не будет ни задымления, ничего. Уже, ну, то есть проверено уже все. Вообще, работает все замечательно. А вот дожди-пожди, сейчас мы еще пока покажем вот эта вот щелочка. Вот эта вот щелочка, она как раз и есть, наверное, да, для подачи воздуха на стекло, чтобы оно само очищалось. Сейчас мы проверим эту догадку, посмотрим. Ну, чтобы нашим зрителям было понятно о том, какой дом у тебя, стены из бруса? Брус, да, брус 150-й, не утепленный ни снаружи, ни снутри вообще, просто конопасть. А крыша утеплена, да, получается? Крыша, да, теплая. Какие сложности были вот с монтажом? С какими проблемами ты столкнулся? С монтажом? Да никаких проблем. Это вообще сможет сделать любой человек, который на самом деле держит шуруповерт и может держать топор в руках. В принципе, тут ничего сложного нет. Все вот собирается, как конструктор. Стыки промазываются. Вот этот стык, вот этот стык. Ну и в дальнейшем все промазываются герметиком специальным. А чем ты запомнил потолочную разделку внутри? Там идет специальная вата, не горючая, прикрылась. Все вот симпатично, красиво смотрится. Ну да, классно. Стекло сейчас потихонечку будет у нас очищаться. Давай посмотрим. Уже потихонечку, вот-вот, все уже просыпается. Вот видите, вот она начинает потихоньку. И мы увидим полную картину. Вот труба, в доме тепло. Труба на втором этаже, конечно, теплая, но рука спокойно держит. Эту температуру. Внизу закрыто декоративным листом. Потолочная разделка первого этажа. Еще одна потолочка установлена наверху. И уже выход дымохода пошел наверх. Ну что, Василий, не боишься ты теперь зимой ездить на дачу? С такой печкой. Можно зимой ездить в любое время. Вот, приезжать сюда. И прям очень замечательная печка. Вот мы ее разожгли. И все, вот оно. И тепло пошло. И тепло пошло. Это точно внукам. Потому что, на самом деле, чугун есть чугун. Вот такой вот обзор у нас получился. Мы Вас приглашаем лично зайти в магазины Farnax, а также посетить наш сайт farnax.ru, чтобы поближе познакомиться с печами гуча сербского производства. Вы увидите, что они изготовлены очень качественно. Продуманы вплоть до мелочей. Очень массивные и внешне очень интересные изделия. Заходите в магазины Farnax. Ждем Вас. Морозы не за горами. Так что успевайте подготовиться к отопительному сезону. До встречи.